Решите неравенство. Числитель. Логарифм по основанию 2 от модуль х минус 1 умножить на логарифм по основанию 2 от дроби. Числитель. Модуль х минус 1. Знаменатель 16. Плюс 3. Знаменатель. Корень квадратный от логарифма по основанию 2 от 7 минус модуль х плюс 4. Больше либо равно нулю. Начнем наше решение с ОДЗ. Так как у нас есть логарифм, модуль х минус 1 должно быть строго больше нуля. Также у нас встречается корень, значит подкоренное выражение должно быть положительным. А так как у нас корень знаменателя, следовательно подкоренное выражение должно быть строго больше нуля. Тогда логарифм по основанию 2 от 7 минус модуль х плюс 4 должно быть строго больше нуля. Решим эту систему. Для начала рассмотрим первое неравенство. Перенесем единицу через знак неравенства. Получается модуль x больше, чем единица. Следовательно, решение будет x больше единицы или x меньше минус единица. Это у нас совокупность. Второе неравенство будет решаться следующим образом. Логарифт по основанию 2 от 7 минус модуль x плюс 4 больше, чем 0. А 0 мы запишем как логарифт по основанию 2 от единицы. Следовательно, так как у нас в основании стоит 2, а это возрастающая функция. Следовательно, 7 минус модуль x плюс 4 должен быть больше, чем 1. Тогда модуль x плюс 4 меньше, чем 6. И решение это будет минус 6 меньше, чем x плюс 4 и меньше, чем 6. Тогда минус 10 меньше, чем x и меньше, чем 2. Нарисуем числовую прямую и отметим наши точки. Все точки наших интервалов выколотые, так как везде неравенство строгие. Рассмотрим сначала решение первого неравенства. x больше единицы и x меньше минус единицы. Теперь обозначим интервал решения второго неравенства. От минус 10 до 2. Тогда решение у нас будет от минус 10 не включая до минус единицы. И от единицы до 2 не включая. Запишем эти интервалы. x принадлежит интервалу от минус 10 до минус 1 не включая. И от единицы до 2 не включая концы. Преобразуем нашу дробь. Так как у нас в знаменателе стоит корень квадратный, который у нас больше 0 строго, следовательно, он на знак не влияет. И мы можем рассматривать только числитель. Получается логарифт по основанию 2 от модуль x минус 1 умножить на логарифт по основанию 2 от дроби модуль x минус 1 деленное на 16 плюс 3 больше либо равно 0. Напишем свойство логарифта. Логарифт по основанию а от x деленное на y равняется логарифт по основанию а от x минус логарифт по основанию а от y. Это свойство нужно знать. Тогда в нашем случае получается логарифт по основанию 2 от модуль x минус 1 умножить на скобку логарифт по основанию 2 от модуля x минус 1 минус логарифт по основанию 2, а 16 мы можем представить как 2 в четвертой, плюс 3 больше либо равно чем 0. Сделаем замену переменной. Пусть логарифт по основанию 2 от модуля x минус 1 равняется t. Тогда мы получаем следующее. t умножить на скобку t минус логарифт по основанию 2 от 2 в четвертой. Это будет 4 плюс 3 больше либо равно 0. Преобразуем. Раскроем скобки. Тогда у нас получается t квадрат минус 4t плюс 3 больше либо равно чем 0. Разложим наше неравенство на множители по формуле. ax в квадрате плюс bx плюс c равняется a умножить на x минус x первое умножить на x минус x второе. Где x первое и x второе это корни уравнения. Эту формулу нужно знать. Найдем корни уравнения через дискриминант. Дискриминант равен b квадрат минус 4ac. Тогда в нашем случае получается 4 в квадрате минус 4 умножить на 3. Посчитав получаем 4 или 2 в квадрате. Тогда t1 2 равняется минус b плюс минус корень из дискриминанта деленное на 2a. Тогда в нашем случае получается 4 плюс минус корень из дискриминанта это 2 деленное на 2a это 2. t первое если идти по знаку плюс получается 3. t второе если идти по знаку минус получается 1. Тогда наше неравенство приобретает следующий вид. t минус 3 на t плюс 1. Больше либо равно 0. Нарисуем числовую прямую и отметим наши точки. Обе точки у нас закрашены. Так как неравенство у нас не строгое. При помощи метода линейных интервалов расставляем знаки. Нас интересует больше нуля. А это от минус бесконечности до единицы включая. И от 3 до плюс бесконечности. Запишем наши интервалы. Получается t меньше либо равно 1. Или t больше либо равно чем 3. Это у нас совокупность. Сделаем обратную замену. Получается логарифт по основанию 2 от модуля x минус 1 меньше либо равно 1. И логарифт по основанию 2 от модуля x минус 1 больше либо равно 3. Преобразуем. Получается логарифт по основанию 2 от модуля x минус 1 меньше либо равно. А единицу мы представим как логарифт по основанию 2 от 2. Первый. Второе неравенство. Логарифт по основанию 2 от модуля x минус 1 больше либо равно, чем логарифт по основанию 2 от 2 в 3. Тогда модуль x минус 1 меньше либо равно, чем 2. И модуль x минус 1 больше либо равно, чем 2 в 3. Далее. Модуль x меньше либо равен, чем 3. И модуль x больше либо равен, чем 9. Из первого неравенства у нас получается, что x должен быть меньше либо равен, чем 3, и больше либо равен, чем минус 3. Из второго у нас получается совокупность. x больше либо равен, чем 9, и x меньше либо равен, чем минус 9. Рисуем числовую прямую и отметим наши интервалы. Все точки наших интервалов закрашены, так как неравенства у нас не строгие. Обозначим наш первый интервал от минус 3 до 3. Обозначим вторые интервалы от минус бесконечности до минус 9, и от 9 до плюс бесконечности. Также не забудем про область определения. Отметим наши интервалы. Первый интервал это от минус 10 до минус 1, и второй интервал от 1 до 2 не включая. Обозначим наше пересечение. Запишем ответ. x принадлежит промежутку. От минус 10 не включая, до 9 включая. Объединение. От минус 3 включая, до минус 1 не включая. И объединение. От 1 до 2 не включая концы. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Спасибо.